Вообще нынешний этап войны я бы охарактеризовал как эскалацию, сейчас произошла эскалация. Эскалация произошла на наших глазах буквально за последние две недели. Польша, Вагнер, Лукашенко. Да, Острея, сейчас будем про это говорить. Эскалация за последние две недели произошла совершенно неимоверная. Сначала россияне стали говорить, что, мол, не будет никакой сделки по зерну и так далее. Потом мы нанесли удар по Крымскому мосту, потом они пять ударов по Одессе, мы два удара по Крыму. Это все эскалация. Мы впервые применили кассетные боеприпасы. Это все эскалация. Эскалация. Но, но, что немножко мешает эскалации, это то, что россиянам, в частности Путину, приходится воевать на два фронта. Как вы знаете, позавчера он арестовал Стрелкова. А кто предсказал арест Стрелкова? Я предсказал арест Стрелкова совершенно случайно. Я вообще сказал, что Путину нужно прямо сейчас нанести удар по своим. Сказал я в среду, по-моему, в эфире у Грэма. И я случайно назвал этого самого. Случайно назвал и Стрелкова тоже. Но, конечно, это было не так важно, что это лично Стрелков или не Стрелков. Вот. Сейчас я тут каких-то начал банить людей, которые говорят всякую ерунду. Вы до сих пор не знаете, что делает Гончаренко-центр? Ну, честно говоря, не знаю. Мне кажется, что, ну, делает и делает. Молодцы, если что-то хорошее делает. Почему нет-то? Этому Мойше надо было видеть, когда вы ввели эфир и шла бомбежка. Да этому Мойше, этот Мойша, он такой же Мойша, как я гейша, как вы догадываетесь. Поэтому ничего ему не надо было видеть. Пусть дадут самолеты до конца еврейского года. Ах, какая Натали! То есть вы думаете, что если... Вот понимаете, об этом специально сказал именно Салливан. А нет, даже не Салливан, по-моему, Молли сказал. Кирби, Кирби, что дадут до конца года. Потому что они поняли. Если они пришлют кого, начальника Госдепа Энтони Блинкина, рассказывать про то, что дадут самолеты до конца года, мы придирались бы, сказали, стоп, у вас Блинкин кто? Вот он, Мойша. А раз он Мойша, значит, давайте, будьте добры, до конца еврейского года. Правильно? Дайте нам самолеты. А мы бы обязательно что-нибудь такое приделали. Вот. Поэтому они Блинкина и не выпустили. А кто-нибудь знает, что дедушка Блинкина изобрел вайбер? Нет? Придумал вайбер. Не изобрел, а придумал вайбер. Кто-нибудь знает такой уникальный факт про Энтони Блинкина? Вот никто не знает, что дедушка Блинкина придумал вайбер. Почему он придумал вайбер? Дедушка Блинкина родился, жил в Киеве. И потом уже только из Киева, по-моему, уехал в Америку. Дедушка Энтони Блинкина, госсекретаря США. Дедушка Энтони Блинкина был известным раввином. И он написал книгу, которая называется, вы будете смеяться, Вайбер. И эта книга дедушки Блинкина, или про дедушку, я тут могу ошибаться. Эта книга дедушки или про дедушки Блинкина под названием вайбер, описывает семейную уклад у евреев. То есть, как должно строиться семейное отношение у евреев. Называется она вайбер. Поэтому дедушка Блинкина придумал вайбер. Итак, Польша, Польша, подбираемся к Польше. Посмотрите, что еще произошло в рамках эскалации. Итак, появление деда. Вообще два деда у нас появилось, например, Лукашенко и Путин. Не знаю, видели вы вчерашние показательные выступления, сегодняшние, но это внушает, внушает, конечно, некоторые чувства. О, ничего себе, мне пишет интересный человек, что Падро Шетельман, а вы знаете, что вверхов Российской Федерации есть Блинкин, кузен Блинкина. Интересная новость. Не знал, надо будет порыться. Спасибо большое вам за факт. Я потом в нем пороюсь, попробую найти этого кузена. Ну, вполне вероятно, почему бы нет. Так, так, так. Значит, добираемся мы до Лукашенко и Путина. Смотрите, я сейчас попытаюсь оформить свою мысль, она достаточно сложна. Вы уж простите, возможно, буду немножко длинным путем идти к ней, поэтому пока вы расслабьтесь, ставьте лайки, пока не смогу читать какие-то время ваши комментарии, ставьте пока лайки, подписывайтесь, кто не подписан. Значит, что происходит? Выходит Путин, причем такой старый добрый Путин, ну, в смысле, в образе старого маразматика, если вы видели, я не про встречу с Лукашенко, я за день до встречи говорю, и включает свою шарманку про Польшу, которую изобрел Сталин. То есть у него теперь получается логика какая? Ленин придумал Украину, создал, Польшу создал Сталин, как вы знаете, Кубу создал Хрущев, значит, Казахстан создал Брежнев, Горбачев создал Грузию и Литву, и потом Ельцин создал Эрефию. Ну, это по логике как бы президента России Путина. Ну, по крайней мере, мы точно знаем, что, оказывается, Польшу создал Сталин. Мы слушаем все это. Это просто бредни, это просто ахинея. Вы знаете, что... Вот я читал тоже либеральных россиян, беженцев из России, естественно, которые пишут, что сбрендил, что это за сумасшедший дед и так далее. И очень грамотно про это написал в свое время тогда еще наш не совсем друг, но уже тюремный сиделец Навальный. В начале войны он, мне кажется, очень точно отразил то, что происходит. Когда Путин в первый день войны выступил, он сказал, ну, Путин выступает, как пьяный дед на свадьбе. Напился и несет всякую ахинею. Это очень точно. То, что он говорил про Украину, которой не было, про бандеровцев там, про какие-то исторические земли, вот все такое. Вот сейчас в том же самом жанре Путин вещал, но на этот раз его речи были про Польшу тоже. Значит, Польша, оказывается, в Западной области это же Сталин, а мы им напомним, полякам, это в смысле он угрожает войной, правильно подумали мы? Логично, угрожает войной Польша, товарищ Путин. Дальше он говорит, а еще, значит, поляки собираются, нет, то ли украинцы собираются захватить Восточную Польшу, то ли поляки Западной Украины, было до конца непонятно. Поэтому, чтобы вы не сомневались, с разъяснениями уже сегодня выступил председатель Государственной Думы Российской Федерации. Товарищ Володин, который уже многими заявлениями знаменит, вот он тоже, знаете, если Путин выступает в роли пьяный дед на свадьбе, то Володин выступает, как это, учитель истории в четвертом классе, собрал четвероклассик, побил линейкой по пальцам, чтобы сидели молча, и рассказывает им всякую чушь, как космические корабли бороздят просторы. Он так ведет заседание Государственной Думы. И вот, что он сказал сегодня только. Он сказал, что в приграничных с Россией областях, это Володин говорит, Сумской и Черниговской, из родных домов выгоняют украинцев, стремясь заменить их на лояльных нацистам, переселенцев, поляков. Представляете, да? В Сумской области выселяют украинцев и заселяют поляков, потому что они лояльные нацистам. Дальше. Граждан Украины вместо русского, граждан Украины, навязывается польский язык, который включен в список экзаменов в ВУЗы. То есть, больше Вовнверситет Шевченко без польского языка не поступите. Прикиньте, это какую траву курит, да, Володин? Да никакую траву. Мы знаем, ему дуют кокаином в задний проход, потому что мы знаем, кто такой Володин. Организуются гонения на православную веру. Украинцев обращают в католичество. Одним словом, это я зачитываю этого самого Володина. Зеленский ведет процесс ополячивания страны. Зеленский начал ополячивать Украину. Надеюсь, что в благодарность за это хозяева, а это кто у него хозяева у Зеленского, когда же уже страшно подумать, дадут ему возможность подольше удержаться во власти. На этом фоне, вы не поверите, создана 25-тысячное воинское соединение, состоящее в основном из польских и литовских вооруженных солдат. Вот он прям так и пишет, вооруженных солдат. Нет, блин, вооруженных, блин, кактусов. Что такое вооруженные солдаты? Это что за ерунда? Из польских и литовских вооруженных солдат, готовых к оккупации Западной Украины. Готовых к оккупации. 25-тысячное соединение в Литве стоит уже, готовы оккупировать. Поляки хотят вернуть себе, как они считают, свои исторические земли. Восточные кресы. Граждане Украины на этих территориях им не нужны. Вашингтон и Брюссель продолжат вести войну до последнего украинца. Ну, это просто, вы понимаете, да, это фантастика, это какая-то жесть, это невозможно читать. Я с трудом сейчас сдержался от мата, не потому, что человек пишет чушь, а потому, что я почувствовал себя Володиным. Ну как, когда ты читаешь текст Володина, ты на какое-то время становишься Володиным. И мне захотелось разговаривать, как Володин. И у меня поэтому чуть мат не вырвался, заметили, да? И вот то, что я сейчас сказал про этот кокаин, это все только потому, что я почувствовал себя Володином. Простите, ради бога, особенно девушки, я не хотел этого говорить совершенно серьезно. Ты когда читаешь текст такого придурка, ты становишься этим придурком, вживаешься в образ. И вот этот образ Володина. Но после этого образа старого деда Путина про Польшу, казалось бы, ну ладно, может сказанул про Польшу, может завтра забудут. Всякое бывало. Он уже много что говорил. То они там, то у них собаки лают, то руины говорят, то надо бомбить Брюссель, то нанести удар по Бундестагу, то по Лондону, всякое бывало. Но нет, оказывается, это не специально. Это новая государственная политика России. Притащили Лукашенко в Петербург. Зачем? Чтобы рассказал про Польшу. И он снова стал рассказать про Польшу. И что сегодня Лукашенко рассказал? Он говорит так, значит, смотрите, Владимир Владимирович, такой ужас. Эти ребята из Вагнера, я их с трудом сдерживаю. Они собираются оккупировать Польшу. Все, они сказали, мы пойдем на Варшаву и пойдем еще там на какой-то город, не помню какой, видимо, на границе с Украиной. Я, говорит, не могу их сдержать. Их 10 тысяч. Они сейчас пойдут. Володя, ты там тоже попробуй их как-то сдержи. Потому что ж такое-то. Все, сейчас я их с трудом уже держу. С последних сил, Владимир Владимирович, что делать-то? Они же все, вот уже идут на Польшу, понимаете? То есть, приехал Лукашенко тоже угрожать Польше. Карты привез очередные. Как там на Польшу нападать? Где у Польши войска стоят? Сейчас, говорит, пойдем брать Суваловский коридор. Все такое. И вот тут, внимание, вопрос у меня ко всем товарищам, к нам вместе взятым. Когда два года назад россияне, вот ровно такие же тексты, говорили про Украину, ровно такие же тексты, Путин рассказывал про то, что украинского народа не существует и писал соответствующие статьи. Лавров издавал указы о том, что НАТО должно отойти, вернуться к границам 1997 года, то есть, исключить из НАТО 15 стран к черту и забрать свои монатки. Лукашенко тогда еще не знаю, что он там рассказывал, он тогда еще не прочухался после этого восстания 2020 года. И вот, внимание, вопрос. Мы тогда верили или нет, что Россия возьмет и пойдет такой полномасштабной войной на Украину? Я не верил. И я почему-то подозреваю, что если вас спросить, большинство из вас тоже не верили. Вы большинство не верили. А что оказалось? Пошли они, пошли, бомбят нас уже полтора года, атакуют нас уже полтора года со всех направлений, не жалеют ни своих, ни чужих, положили сотни тысяч своих, раздолбашили свою армию, потеряли свою экономику, взорвали свои северные потоки, лишь бы навредить Украине. И что после этого мы должны подумать, когда они говорят сейчас ровно такое же, эти же люди говорят сегодня про Польшу. Наталья пишет, вот говорит, ну дедушки же совсем в маразме, куда смотрят мировые психиатры. Наталья, я бы тоже так сказал, если бы разговор у нас с вами был два года назад. Но внимание, все, что они обещали тогда, в прошлый раз, в отношении Украины, все они осуществили, они полезли таки все это делать. Почему мы сейчас не верим, что они завтра начнут войну против Польши? Почему бы сейчас не поверить в это? Я предлагаю в это поверить, что это реально. И тогда встает много вопросов. Да, я понимаю, что дедушки в маразме, что это некий унылый цирк. Я бы даже сказал, знаете, на кого похожи мне эти два персонажа? Я смотрел, как они выступают, они же сегодня еще показательные выступления в Кронштадте делали, фотографировались с людьми в Кронштадте. И Лукашенко пошутил, какую-то бабушу поставили между ними, он сказал, стоит между двумя президентами, может загадывать желание. Желание одно в Кронштадте может быть. Сдохнуть как можно скорее у этой бабуси, потому что если Россия начнет войну против Польши по-настоящему, то Кронштадт это первая военная цель, куда прилетит от американцев. Первая, потому что там база Балтийского флота. А я, для тех, кто внимательно смотрел мои прошлые видео, а я уж, слава богу, 190 штук записал только на этом канале, так вот я говорил, что первыми ударами со стороны НАТО будут удары по российским флотам. По Североморску, по Кронштадту, по Новороссийску и по Тихоокеанску. Внимание, где побывал Путин за последнюю неделю, неделю эскалации? Он побывал в Мурманске на верфях, это там Североморске и есть, там та самая база Северного флота. В Кронштадте база Балтийского флота. Путин прощается с военно-морскими базами перед тем, как по ним будут нанесены удары со стороны НАТО, явно. Вот если он еще заедет либо в Новороссийск, либо в Севастополь, как уж они там решат сами, и в Тихоокеанск, который там где-то то ли возле Владивостока, то ли возле Находки, это означает прощальная гастроль. У нас четыре точки, как говорил Лукашенко, и все четыре точки, это четыре флота Российской Федерации, с которыми пора прощаться. Но это все, если НАТО решится по-настоящему. Ответь, на что рассчитывают два этих старых мудилы? Давайте зададимся вопросом. Объясняю. Как говорил товарищ, ныне все еще живой, Пригожин, либо дедушка говорит, мы же не знаем, дедушка уже в маразме, или дедушка что? Так вот мы увидели, два дедушки в маразме. Не один, уже два, у них раздвоение личности. Два дедушки в маразме. Совещаются они, совещаются, как нападать им вместе на Польшу, эти два дедушки в маразме. Но нам-то от этого не легче, что они совещаются вдвоем. Значит, куда нас это ведет? На что это все похоже, я вам скажу. Знаете, такое слово антреприза? Когда актеры выходят в тираж, вот есть актер, предположим, он был не главным, не лучшие роли играл, средний такой театральный актер, не звезда. И дальше он выходит, его исключают из репертуара. И тогда пожилой актер едет играть антрепризу. То есть как бы по клубам сельским и так далее. Как правило, он находит второго такого уже пожилого актера, которого тоже уже исключили из репертуара. И они вдвоем гоняют какую-нибудь мутную антрепризу. Типа Моцарт и Сальери. И травят друг друга. Вот этим подошло бы, кстати, я считаю. Хотя Моцарт и Сальери могут вполне Путин с Пригожиным сгонять. Ведь пообещал же им директор ЦРУ Пригожину, что обязательно Путин, говорит, тебя отравит. Что удивительно, на следующий день Блинкин еще это пообещал тоже. То есть прямо они как будто натравливают Путина на Пригожина, чтобы он отравил. Надо же, извините за тавтологию. Чтобы Путин отравил Пригожина. Но пока что происходит? Значит, это унылая антреприза. Может быть, скорее всего, это, знаете, это, наверное, Отелло и Дездемона. Причем, я думаю, что Лукашенко в роли Дездемоны, Путин в роли Отелло. Путин приревновал Беларусь, приревновал Лукашенко, приревновал Беларусь, боится, что она уйдет в Польшу, уйдет в цивилизацию, на Запад, в НАТО, в Евросоюз. И он душит, душит Лукашенко. И поэтому Лукашенко такой, Владимир Владимирович, вы же так нас-то сильно не душите. Вы же нам картошечки-то, денежек-то пришлите, хотя бы какие-то там займы, может, что-нибудь. Поэтому он как Дездемона, который удушит уже восьмой сезон подряд, понимаете. Восемь лет они гоняют по клубам России и Беларуси эту антрепризу, потому что их никуда больше не пускают это гонять. Они бы, конечно, этим дуэтом хотели бы поехать в Париж выступать. Но не пускают, не берут. Объявили в розыск негодяи, понимаете. Правительство ЮАР специально обратилось в суд, в прокуратуру с просьбой, если вы еще не знаете, выписать ордер на арест Путина для того, чтобы как только он приедет, его сразу арестовать. Вот такая вот история произошла. Веселая, да, согласитесь в этом самом. Произошла вот такая веселая история в ЮАР. Поэтому за границу им нельзя, они гоняют по России, гоняют по Беларуси. Вот такая история. В Севастополе не поедет, говорят, кишка танка, говорит Алена. Согласен с вами. Нас, кстати, 16 тысяч. Это уникальное достижение. Впервые на канале Шетельман. 16 тысяч одновременно онлайн. Я думаю, это отличный повод срочно подписаться на канал Шетельман, чтобы у нас стало 210 тысяч. Если вы это смотрите в записи на каком-то другом канале, перейдите по ссылке и подписывайтесь срочно на канал Шетельман. А мы продолжаем разговор об оккупации Польши россиянами. Итак, сказать вам, кто закинул первый пробный шар, а я вам скажу, не зря я сегодня вел речь об какой-то российской либеральной оппозиции. Первым эту идею, что Вагнер нападет на Польшу, высказал, вы будете смеяться, Венедиктов. Венедиктов в одном из своих интервью. Как только Вагнер переехал в Польшу, Венедиктов сказал, ну, говорит, у них много же направлений, они могут пойти войной на НАТО, на Польшу или на Литву. И что, говорит, тогда НАТО будет делать? Это же будет не российская армия, это же частная компания. Подумаешь, Вагнер, мало ли, они же не смогут отвечать. И вот сейчас то, что делает Путин и делает Лукашенко, они весь этот унылый спектакль разыгрывают только для того, чтобы сказать Западу, вы не имеете права отвечать. Заметьте, что произошло. Путин сказал, мы уже переместили ядерное оружие. Это он сказал на этой неделе. И, кстати, натовцы подтвердили, американцы подтвердили, что да, что оно, скорее всего, перемещено. Дальше. Путин сказал, если будет атака на Беларусь, мы это будем приравнивать к атаке на Россию. То есть, имел в виду, что мы будем отвечать ядерным оружием, если будет атака на Беларусь. Знаете, для чего он это говорил? Объясняю. Они собираются направить войска Пригожина куда-то, я не знаю. Вчера Аристоевич сказал, что на Литву, может быть, на Варшаву, может, еще куда-то. На страну НАТО, давайте так говорить. Итак, войска Пригожина заходят на страну НАТО. И дальше у стран НАТО есть варианты. Можно сказать так, можно поступить как Симонян. Как Симонян поступает в такой ситуации? Она глотает. Правильно? Она говорит, матушка, неужели и это проглотим? Вот НАТО может поступить как Симонян и это проглотить? В теории может, конечно, не хотелось бы. Представьте, НАТО говорит, нет, ну это же не белорусская армия, не российская, это же просто Пригожин, это же частная компания, правильно? Мы же не можем из-за этого воевать с Белоруссией или Россией, да, скажет Столтенберг. Ну мы же не можем по ним стрелять. Давайте не будем стрелять по Белоруссии и России. Будем стрелять, вот как, они же зашли куда? В Польшу? Мы будем стрелять только по Польше. Мы оружие не будем использовать против Белоруссии и не будем использовать его против России. Ведь это дословно то, что они нам говорят, вот вам оружие, к вам зашли россияне, вот вам оружие, стреляйте по своей территории, уважаемые украинцы. По российской не стреляйте, стреляйте по своей. А если, значит, пригожинцы, Представьте себе, не знаю, три человека заходят в Польшу, а остальные 10 тысяч, 9997 вагнеровцев из пушек, танков обстреливают территорию Польши, то НАТО тоже скажет, нет, ну по Беларуси же нельзя стрелять, ведь Путин сказал, что это будет рассматриваться как нападение на Российскую Федерацию, это ужасно, так нельзя, это недопустимо, скажут они. Давайте стрелять в этих троих, которые засели под кустом возле Ломжи, правильно, так будет примерно, такой сценарий что ли, вот так примерно будет, мне пишут, на ночном стриме было 17 тысяч под ракетами, не было, было 15700, а не 17 тысяч, вот, поэтому, сейчас вопрос, у НАТО встал вопрос, у НАТО встал вопрос, пока встал только вопрос, а хочется, чтобы встало что-то другое у НАТО, я серьезно сейчас говорю, совершенно серьезно, не шучу, вот подумайте, НАТО, в отношении НАТО есть прямая угроза со стороны президента Беларуси и президента России, в адрес НАТО, сегодня эти угрозы произнесены, сначала Путин вслух сказал, мы их научим, мы им покажем, мы им напомним, потом Лукашенко сказал, вот войска этих собираются заходить в Польшу, эти войска, это войска России, их финансировала Россия и признала их своими, и они находятся на территории Беларуси, нигде-нибудь, не из космоса они прилетят, не из Венесуэлы приплывут, из России, из Беларуси, и после этого кто-то там начнет в НАТО говорить, да нет, мы не знаем, кто это такие, что за цирк вообще, что за цирк, первое, во-первых, я думаю, что завтра, понедельник, будет очень важным днем, я думаю, что эти двое, два старика на этих, которые жалкую антрепризу разыгрывали сегодня в Петербурге и Кронштадте, они специально это сделали в воскресенье, чтобы не получить немедленно по морде ответа, а вот завтра ответ от НАТО может поступить, уж как минимум от Соединенных Штатов и от Польши, ну, например, что если хотя бы один вагнеровец окажется по нашей территории, мы будем расценивать, как нападение со стороны союзного государства России и Беларуси, и будем по ним наносить ответный удар, вероятен такой ответ, вероятен такой ответ, это словесно, Теперь давайте поговорим про настоящее, потому что ведь мы, я серьезно говорю, они в прошлый раз такое сделали с Украиной и пошли по-настоящему, не просто пугать, а по-настоящему. И вот тогда, когда они пошли по-настоящему, когда они пойдут по-настоящему на Польшу, нужно будет по-настоящему воевать, всему НАТО, Буддасвейру нужно будет воевать, Шведской армией, Нидерландской армией, Американской армией. Вот вопрос. Ведь вы понимаете, что у американцев есть 10 авианосных групп. 10 авианосных групп. У американцев есть стратегические бомбардировщики, в том числе в Европе. У американцев есть ракеты, томогавки. Сколько хочешь причем. Сколько у них томогавков? Да сколько хочешь, столько и есть. Вот мы обсуждаем, сколько у них на складах. На складах. Более тысячи. На складах. Это оставлено уже. Только у них есть еще эскадрилья в 35-х и так далее. Вот все это будет применено против Беларуси? Вот по Минску будут наноситься удары по резиденции Лукашенко или нет? Должны наноситься удары, как вы понимаете, по всем штабам беларусской армии, по группировкам беларусской армии. Должны наноситься удары. Ладно, они нам не позволили. Они нам не позволили. Но у них-то руки развязаны. Им-то кто не позволит? Кто НАТО? Кто скажет НАТО? Слушайте НАТО. Но вы, значит, по этим не стреляйте. Кто это скажет? Вот сейчас будет решаться, знаете что? Вот может НАТО сейчас нам атакам сдадут? Нет, уже Наталья, уже сегодня сообщили, что не дадут пока. Так вот сегодня будет решаться судьба мира. Вы понимаете? Вот эта революция войны, которая произошла. Если эти два старикана пойдут до конца, а уже похожи на то, что могут. Я сейчас не даю прогноз. Я говорю, что надо к этому быть готовыми. Так вот, если они пойдут до конца, критически важно, чтобы НАТО было готово ответить по-настоящему. Знаете, что от этого зависит? Всего-навсего судьба цивилизации. Всего-навсего. От этого зависит, нам нужно идти обратно в пещеры и там друг друга бить камнями по голове ради добычи. Или мы пойдем в будущее. Мы полетим на Марс, мы создадим искусственный интеллект, люди избавятся полностью от физического труда и займутся чистым творчеством, а в бухгалтерии не будут на счетах сидеть, считать целыми днями. Правда, будущее человечества зависит от простой вещи. Когда войска Вагнера зайдут в Польшу, нанесет НАТО удары по Москве и Минску или не нанесет? Если не нанесет, значит бандиты победили, а эти проглотили. Причем эти – это мы, потому что мы тоже НАТО. Ну, кстати, у Украины есть замечательный шанс, вы знаете, да? Предположим, нападение на Польшу. А Украина может присоединиться к Польше, сказать «мы ваши союзники» и пойти на Минск. Нам до Минска здесь рядом, Минск мы возьмем. У нас хватит войск взять в Минск? Конечно, хватит войск взять в Минск. Там будут сопротивляться? Нет, белорусская армия сопротивляться не будет. Там есть российская армия? Нет, там нет сейчас российской армии, только 10 тысяч ЧВК Вагнер, которые будут все в Польше. Поэтому мы можем брать Минск. Они специально придумали вот эту свою историю про то, что якобы Беларусь под защитой России, российского ядерного оружия, чтобы мы не пошли на Минск. Мы! Субтитры создавал DimaTorzok